Бхагавадгита в Бомбее, Индия. Бхагавадгита в Бхагавадгита а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 У Вишну Тысячи имен Hashtana Изначально Имя Вишну И преданных Господа Называют Вашнабами или дэватами Те же, кто не являются преданными Вишну Они могут быть преданными других полубогов Но их называют демонами или осурами В шастах приводится Это множество примеров. Например, Хирани Кашипу был преданным Господа Брахмы. Разумеется, асуры не могут быть преданными. Иногда они поклоняются полубогам ради обретения некой материальной выгоды. Об этом сказано в Бхагавадгите. В этом мире все посвящают себя кармической деятельности, кармия. Они совершают карму в этой жизни и совершают карму в следующей. Совершают великие жертвоприношения, раздают пожертвования, оказывают благодеяние. Это тоже карма. Все это предназначено для того, чтобы в следующей жизни человек получил положение на райских планетах, на высших планетарных системах, там, где уровень жизни очень высок, в тысячи раз выше уровня жизни на этой планете. Но это тоже карма. Итак, люди хотят наслаждаться жизнью в материальном мире. Но в действительности в материальном мире нет наслаждения. потому что, как говорит Кришна, здесь существуют и рождение, и смерть, и старость, и болезнь. Откуда же взяться вашему счастью? В конце концов, вам придется умереть. Допустим, я очень хорошо устроился, у меня прекрасный дом, огромный счет в банке, красивая, замечательная жена, дети и все остальное. Но смерть может прийти в любую секунду. О каком совершенстве тогда вы говорите, если после стольких тяжелых трудов, и когда все готово для вашего наслаждения, меня вдруг призывают кемараджу. Смерть отнимает все. Поэтому вы не можете сказать, что те труды, которые вы совершаете ради счастливой жизни, совершенны. Нет, это не совершенство. Но глупцы не знают, что такое совершенство. Они лишь хотят какого-то поверхностного, временного счастья. И их не интересует то, что будет в следующей жизни или через несколько лет. Например, дети. Им хочется играть и не думать о будущем. Но долг опекунов, долг старших, занять их в учении, чтобы в будущем они были счастливы. Подобно этому, все великие мудрецы, святые, такие как Фьяса Дева Нарада, Девала Ассита, множество святых людей, мудрецов, даже Кришна, верховная Личность Бога, приходит, чтобы дать нам наставления, для того, чтобы мы могли обрести вечное счастье. К сожалению, в эту эпоху, именуемую Кали-югой, люди настолько опустились, что не желают слушать все эти наставления великих мудрецов, святых и даже верховной божественной Личности. В этом беда этой эпохи. Поэтому в Шимад-бхагаватам сказано «мандаха», что означает «медлительные» и в то же время «очень неудачливые». В эту эпоху люди живут очень недолго, продолжительность жизни очень небольшая, настолько, что в конце этой эпохи человек будет жить всего лишь 20-30 лет. 20-летний человек будет считаться глубоким стариком, об этом сказанном в Шимад-бхагаватам. Люди будут испытывать недостаток продуктов питания, и вследствие чего люди не будут расти здоровыми. И это уже происходит. А рис продают по 7 рупий за килограмм, по 9 рупий за килограмм. Как? Бедняки будут питаться при таких ценах. Чем дальше движется Кали-юга, тем хуже. Сейчас мы покупаем рис за 10-12 рупий за килограмм. Но придет время, и рис его вообще невозможно будет купить. Об этом говорится в Шимад-бхагаватам. Дело в том, что люди превратились в безбожников, и природа, естественно, накладывает на них страдания. Таков закон природы. К примеру, если вы стали преступниками, для вас существует полицейский департамент. департамент полиции вынесет вам наказание, причинит вам боль. Аналогично, чем более безбожными, более безответственными мы становимся в исполнении миссии своей человеческой жизни, тем больше природа будет докучать нам. Дождя не будет, она вришти. И дурбикша будет дефицит продуктов питания, а также правительство будет облагать неподъемными налогами. Это признаки каль-йоги, перечисленные в Шимад-бхагаватам. Люди будут настолько изнывать от этих трех вещей, что добровольно будут уходить, оставляя свой кров в лес. Поэтому по-настоящему разумные люди не должны пренебрегать этим движением, движением сознания Кришны. Это величайшее благотворительное движение для всего человеческого общества. Оно позволяет людям обрести сознание Бога, сознание Кришны, без которого будет столько беспокойств и проблем. И это уже имеет место. Итак, все пытаются наслаждаться прокрытием материальной природы. Поэтому возникает вопрос пуруша, это материальная природа, и каждого пытаются наслаждаться материальной природой и называют пурушей. Пуруша значит наслаждающийся прокрытием, объект наслаждения. Например, в нашей повседневной жизни мы видим, что мужчина считается наслаждающимся, а женщина объектом наслаждения. Точно так же прокрытие находится в женском роде, а пуруша мужского рода. Пуруши называют каждого, кто пытается наслаждаться. неважно как он одет, как мужчина или как женщина, если он обладает желанием наслаждаться, его называют пурушей, а объект, которым он наслаждается именуется прокрытием. Итак, Арджуна задает этот вопрос прокрытием пурушам чай вам. Пожалуйста, наставь меня в отношении прокрытием и пуруши. Кшеттрам, что значит поле деятельности, и Кшеттрагья. Кшеттрагья это тот, кто знает, это мое поле. Например, фермер, он возделывает землю, правительство отвело ему определенный надел, и фермер знает, что это мой надел земли. аналогично каждый из нас. Все мы возделываем нашу землю, которую нам дали. Это тело. Душа является собственником тела или постояльцем тела. На самом деле она не собственник. об этом расскажет Кришна. Мой дорогой Арджуна, это тело называется Кшетрой. Кшетра означает поле деятельности. Я человек. Поскольку у меня такое тело, я действую не так, как поступают кошки, собаки, потому что у них другое тело. Их поле деятельности отличается от моего. Мое поле деятельности отличается от их поля деятельности. Итак, в соответствии с телом мы поступаем. В природе насчитывается 8 миллионов 400 тысяч видов тел. Ни одно тело. 900 тысяч форм тела принадлежат обитателям вод Джаладжан Навалакшани. Ботаники ученые-эксперты не могут называть сколько форм жизни обитают в воде. Ставара лакша вимшати ботаники не знают сколько форм жизни относится к растительным формам. Но в шастрах называется эта цифра 2 миллиона тел относится к растениям. 2 миллиона. Там очень конкретно цифра приводится. Аналогичным образом говорится про насекомых. есть также птицы пакшинам даша лакшинам к которым относится 1 миллион форм жизни. И далее говорится о людях мануша чатур лакшани к людям относятся лишь 400 тысяч форм жизни из которых цивилизованная форма особенно те кто родились в Индии. родиться в Индии на Барадаварше великая удача. К сожалению мы пренебрегаем этой возможностью которая дана нам природой. Дело в том что в Индии жили великие святые множество мудрецов даже Кришна верховная личность Бога не зашел на этой земле в Индии в Барадаварше здесь жили такие цари как Махараджа Бхарата такие цари как Махараджа Икшваку был царь Махараджа Диштхира Парикшит множество к сожалению мы пренебрегаем собственной культурой сейчас мы подражаем пытаемся стать технологами таково положение Индии никто не проявляет интерес никто не желает принимать всерьез эту культуру сознания Кришны но в западных странах жители которых сполна испили чашу плодов материального прогресса там молодые люди не проявляют большого интереса к жизни своих отцов или предков они очень интересуются сознанием Кришны и так они приехали в Индию и говорят что материальное счастье это не все оно необходимо чтобы можно было извлечь лучшие выгоды из невыгодной сделки но наша конечная цель это духовное просветление есть множество других шастр но Бхагавадгита это начало духовной жизни это азбука если мы не усвоим даже азбуку духовной жизни как мы сможем достичь успеха в миссии своей жизни и так наша единственная цель распространять это сознание Кришны духовную жизнь по всему миру по всему миру у нас более ста храмов но мы хотели один храм построить в Бомбее поэтому мы взяли эту землю она не была предназначена для какого-то бизнеса даже если мы получили эту землю заплатив много денег мы не собираемся делать выгоду на этом но если мы хотим получить эту землю то именно по той причине чтобы люди Бомбея могли проявить интерес к движению сознания Кришны и так чтобы их жизнь могла стать успешной и так я останусь здесь на несколько дней я приеду сюда вечером если вы хотите вы можете прийти тоже и послушать Бхагавадгиту мы будем очень рады этому спасибо вам большое